Некали дом Пчаляра, теперь дом Палявничага. У Мазырским опытным Лизгасе до организации отпочинку подошли за всю отказностью. Всяго за 150 рублей в сутки можно арендовать будинок на 10 человек. Ясще 5 рублей с кожаного Палявничага спотребится на то, как разом с егром пройти плясных стяжинках. Правда, сегодня-то колькость таких аматоров, особливо с краин близкого и далекого замежа, значно скоротилась. Лизгасе кажуть, что ранее до 90% туров организовывалось на дека, но после его массового изнищения в рамках борьбы с африканской чумой, жадающих приезжать в Беларусь, практически не засталось. Сегодня основные наведывальники дома Палявничага – люди, которые означают тут веселье и дни нарожения, идти проводить корпоративы. После того, как заявится снежная покрова, у Лизгасе пропонует поливание на волка, который после изнищения деков начал учинять напады на ищих живел. Правда, для замежных Палявничага, ответная лицензия будет каштовать около 300 долларов. В связи с тем, что в охотничьих годах численность кабана снижена к нулю, значит, волк, естественно, переходит на такие охотничьи виды, как косуля, лось, бобр. То есть то, что им проще добыть. В озере Асалода у аренде у коммунального сельскох господарского предприемства «Савказ коммунист» находится уже в некоторых годах. Карп, амур, сом, толстолобик, вокунь и раки. Для матерей рыбной ловли – это, когда несоправданный рай, то вельми притягальное место. Отпочивать, до речи, можно не только со стрельбой, а и с водочкой. На озере Асалода, например, позволяется рыбачить по 14 годин в сутки. Самая великая рыба, до речи, которую зловили в этом году – сом, вагою около 30 килограммов. У господарства не утойвать. Ранее организация отпочинку на озере приносила неодренные прибытки, але теперь ситуация уже не такая оптимистичная. Протяглая отсутствие опадков привела до того, что площадь водоема почала катастрофично зменьшаться. Коя ситуация не изменится, Асалода можа у вогли застаться опошним в озере Муельском районе. Легко бы это не сдарывалось, а необходны значные сродки. У нас даже вообще не шли. И закатка эта очень дорогая, затраты большие на электроэнергию. И еще рыба тоже. Рыба и в последнее время стала убыточной, наверное, но можно даже сказать. Рыбалка. Закуп рыбы дорогой. Олег Синчеров, Еген Макеенко, телерадио «Компания Гомель».